Всем привет! Меня зовут Ангелина Приходько, и в сегодняшнем выпуске мы отправимся с вами в ароматическое путешествие в Турцию. Вы знаете, в мире есть много различных городов, больших и маленьких, красивых и не очень, великих и малозначимых. Однако среди них есть один совершенно уникальный город, о котором Наполеон Бонапарт когда-то сказал. Если бы нужна была столица всех государств мира, то этой столицей точно бы стал Константинополь. Сегодня мы находимся с вами в солнечной Алании, но я приглашаю вас прогуляться по осеннему Стамбулу, по которому я буквально гуляла на прошлой неделе. Давайте насладимся его великолепной красотой, почувствуем его удивительный шарм и узнаем, какие же ароматы были созданы благодаря Стамбулу. Стамбул — это сердце Турции, его торговый, культурный и туристический центр. Современный Стамбул является одним из самых крупных городов Европы. Численность его населения — более 15 миллионов человек. Его расположение поистине уникально. Его можно назвать чем-то между Европой и Азией. Между Черным и Мраморным морем, между небом и землей на семи холмах раскинулся этот древний город. В его центре неспешно несет свои воды голубой пролив Босфор, который разделяет Стамбул на две части — европейскую и азиатскую, делая его единственным городом, стоящим на двух континентах. История города Стамбула насыщена событиями и загадками. В разное время он был столицей трех империй. Османской, византийской и римской. 120 императоров правили им в разное время, а сам он был столицей в течение 16 веков. Кстати, на турецком он называется не Стамбул, а Истанбул. Собственно, так и называется наш первый аромат Истамбул от британского нишевого бренда Галливант. Давайте наконец-то узнаем, чем же пахнет Стамбул. Это смолисто-спецовый амбровый аромат, в котором ярко слышны свежепряный кардамон, пронзительная лаванда, бергамот и сладостные бобы тонко на фоне сандаловой древесины и амбры. В целом аромат получился очень пряным, с оттенком черного чая, однако он не плотный, легкий и диффузный. То есть в нем с одной стороны соединились пряность и амбровость, что характерно для Востока, а с другой стороны шлейфовость и легкость, что характерно для Европы. И еще добавлю, что этот аромат унисекс. Его могут носить как женщины, так и мужчины. Согласно официальной истории, город был основан в 667 году до нашей эры, и его название было Византий. В 330 году нашей эры римский император Константин решает перенести столицу и дает ей название Константинополь. Город стал быстро расти, возводились дворцы и храмы, прокладывались новые дороги, а также строились огромные площади. Со всех концов огромной империи сюда привозились мраморные скульптуры, книги, произведения искусства, а также различные ценности. За период его правления Константинополь вырос практически в шесть раз, став одним из ведущих центров торгового и культурного направления. После разделения Римской империи на Западную и Восточную, Константинополь стал столицей Восточной империи, которую позже стали именовать Византийская империя. В Золотой век выпало направление императора Юстиниана в середине VI века. Символом Золотого века Византии по праву считается собор Святой Софии, который находится сейчас в Стамбуле. Его арочный купол, будто бы парящий над землей роскошные золотые мозаики и мраморная отделка, настолько великолепны и грандиозны, что потрясают до сих пор. И именно этим временам посвящен наш следующий аромат Бизанш, который переводится как Византия от Руша. Это перевыпуск аромата 1987 года, абсолютно с идентичным названием, но с абсолютно другой композицией. Особо я бы хотела отметить красивый флакон, он поистине восхищает, из синего стекла, обрамленный золотом, золотистой крышечкой, который, как мне кажется, и отражает роскошь и богатство Византии. Прежде всего, я чувствую здесь ваниль в гелиотропной пудре на древесно-мускусной основе, но парфюм не так прост. Здесь явно ощущается восток. Ладан, специи, шафран, немного розы и белых цветов. В целом, аромат получился очень чувственным, теплым и глубоким. Когда ты его вдыхаешь, ты ощущаешь всю его роскошь. И я бы сказала, что он идеально подойдет для вечера. В 1453 году Константинополь был завоеван османским султаном Мехмедом и переименован в Истамбул. Соответственно, позже он стал столицей Османской империи. Недалеко от Софии для султана Мехмеда был возведен потрясающий дворец. Дворец Тапканы, который на многие века стал официальной резиденцией османских султанов. Золотой век Османской империи наступил в середине XVI века. Тогда же начали возводиться здания, больницы, школы и так далее. Однако самую большую известность получила голубая мечеть, которая находится напротив собора Святой Софии. Ее построили чуть позже, в середине XVII века. Османская империя официально прекратила свое существование в 1922 году. Но именно это время и называли великолепным веком. От Тамантрежа, что в переводе означает сокровище османов от турецкого нишевого бренда Algebra Parfums. От Тамантрежа входит в линейку Senses of Istanbul. И здесь мы понимаем, что абсолютно все ароматы посвящены Стамбулу. Давайте наконец-то же узнаем, как он пахнет. Это смолисто-древесный парфюм. Открываются ноты белого уда в компании с пачулями и ладанным алибанумом на горьковатой зеленой базе дубового мха, ветивера и амбры. Контраст в эту уютную теплую композицию вносят освежающие ноты красных ягод, которые придают ей легкость и не позволяют уйти в минорность. В целом это глубокий, солидный, стойкий и уверенный в себе аромат с прекрасным шлейфом. Он имеет ярко выраженный европейский характер, но с нотами европейского шарма. Что ж, именно так я и представляла себе аромат Сулеймана Великого. Многим из вас, в том числе и мне, времена Османской империи стали особенно близки благодаря сериалу «Великолепный век». Он был посвящен невероятной истории жизни и любви султана Сулеймана и славянской наложницы из Карпат-Раксаланы, которую на турецкий манер называли хюрем. Для европейцев гарем всегда был местом, покрытый завесой тайны. Это место считалось своеобразной золотой клеткой, где плелись интриги и прекрасные девушки, привезенные со всех уголков мира, сражались за сердце султана. Однако это не совсем так. Гаремом называется место, где женщины ведут свою повседневную жизнь, абсолютно не пересекаясь с мужчинами. Он был, скорее всего, школой, где обучали женщин для дальнейшего управления хозяйством дворца. В нем было около 250 комнат, дворов и хамамов. В нем проживал султан со своей семьей, наложницей и управляющей гаремом евнухи. В основном девушки, попавшие в гарем, были пленными рабынями, купленными на невольных рынках. С помощью специальных смотрительниц их обучали исламу, игре на разных инструментах, танцам, умению готовить и так далее. Те из наложниц, которые выделялись своей красотой и умом после рождения сына, могли стать валиде султан, то есть матерью султана и править всем гаремом. И именно с этим удивительным местом связан аромат из нашей подборки под названием арем саури от итальянского нишевого бренда Arte Profumi. Давайте наконец-то же посмотрим, как он пахнет. Это солоноватая амбра в окружении мастичных смол и благородных древесных нот. В нем также слышатся оттенки мускатного ореха, миндаля, шоколада и розы. Это действительно аутентичный аромат вечернего гарема с его роскошной обстановкой, дымящимися бахурницами, восточными сладостями и орешками. Аромат очень восточный, глубокий и древесный. Подойдет скорее мужчинам, но женщины, которые любят это направление, также могут попробовать его. Ну что ж, мы спустились с вами к бассейну. У нас здесь немного ветрено, потому что, как здесь говорят, winter is coming, но мы с вами продолжаем. Побывать в Стамбуле и не увидеть его знаменитейший Гранд Базар и египетский рынок, это значит не побывать в Стамбуле совсем. Иосиф Бродский назвал Гранд Базар мозгом, сердцем и душой Стамбула, и это действительно впечатляющее зрелище. Строительство Гранд Базара началось сразу же после взятия Константинополя турками в 1455 году. В настоящий момент базар состоит из 61 улицы, 4500 торговых лавок, 18 фонтанов, 12 мечетей, школы, нескольких кафе и даже бани. На его территории работает около 26 тысяч человек, а ежедневное количество покупателей доходит до полумиллиона. Ювелирные изделия, антиквариат, керамика, национальные светильники, ткани, ковры, кожаные изделия и многое-многое другое. Мне кажется, здесь можно купить абсолютно все, от булавки до крыла самолета. И даже если вы ничего не собираетесь покупать, а, например, просто решили прогуляться, это будет для вас уникальной восточной сказкой. Поверьте мне. Египетский базар или базар специй был построен в середине 17 века и назван египетским, потому что в Турцию специи из Индии попадали через Египет. Аккуратные горки разноцветных специй, пряности, аппетитные сладости, сухофрукты, мыло ручной работы и ароматические масла. Все это источает такие запахи, что передать это абсолютно невозможно, это нужно услышать. Ну а если пока у вас нет возможности там побывать, не расстраивайтесь. Именно для этого наш следующий аромат Спайси Базар, который переводится как базар специй от турецкого нишоу бренда Нишаны. Этот аромат я буду пробовать на себе. И в нем действительно целый набор пряных специй. Тмин, черный перец, шафран, корица и ваниль на подложке из белого кедра. Ну а для того, чтобы разбавить этот специй коктейль, в него добавили хвойные ноты можжевельника и розмарина, а также имбирную свежесть и цитрусовый сок экзотического юзу. Несмотря на такое количество специй, данный аромат получился абсолютно не кулинарным. Это элегантный, остросладкий, но в то же время мягкий аромат, который идеально подойдет для вечера или для осенних свиданий где-нибудь, например, в Стамбуле. Первое, что бросилось мне в глаза, когда я приехала в Стамбул, это огромные водные пространства. И даже если вы гуляете по городу, вы рано или поздно выйдете к морю. Дело в том, что Стамбул построен в уникальном месте. Здесь три разных водных пространства. Главная артерия Стамбула – это, конечно же, его пролив Босфор, длина которого составляет около 30 километров, а глубина – около 700 метров. Посреди Босфора располагается знаменитая девичья башня, которая во времена Османской империи использовалась как маяк, ну и еще как тюрьма. На побережьях пролива издавна строились дворцы и шикарные особняки, а его берега в настоящий момент соединяют два моста – знаменитый Босфорский мост и мост, названный именем Султана Салима Грозного. Как мне кажется, Босфор можно назвать смело душой Стамбула. Это не только его водная артерия, но и главный центр. Именно так и называется наш следующий аромат – Инстамбул Соус или душа Стамбула от турецкого нишевого бренда «Альгабра». Послушаем теперь его на другой моей руке. Это древесный спецовый аромат с пачули, амброй и ладаном. Он очень густой, насыщенный и восточный. И, как мне кажется, он действительно дарит ощущение, что вы сидите на берегу Босфора и наблюдаете за мимо проплывающими кораблями. И напоследок я оставила аромат, который лично для меня является квинтэссенцией золотой осени – Траверси де Босфор или Пересекая Босфор от Лартизан Парфам. Я была в Стамбуле пару недель назад. Это как раз был конец сентября, и это действительно уникальное время. Золотая листва, теплое солнце, уютные кафе, Босфор, чайки – это было поистине великолепно. И этот аромат пахнет действительно так, как я вам только что описала. Начинается он с нот красного яблока, специй, меда и пастилы, на фоне которых постепенно проявляется тонкий запах кожи в терпких брызгах гранатового сока и помадности ярко-красных тюльпанов. Это очень теплый, чувственный, но в то же время веселый и радостный аромат, поистине как сам Стамбул. Ну а завершить нашу сегодняшнюю прогулку я бы хотела словами знаменитого французского писателя Альфонсо Делла Мартин, который когда-то сказал, но не дословно, что если бы я хотел увидеть мир, и это был бы мой последний шанс, то я бы обязательно выбрал путешествие в Стамбул. В описании под этим видео мы оставили ссылки на все ароматы, представленные в этом обзоре. Перейдя по ним, вы сможете поближе познакомиться с ароматами, почитать их описание, а также посмотреть стоимость на сайте духи.рф А вы когда-нибудь были в Стамбуле? Ваши ответы пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео. А с вами была Ангелина Приходько из Турции, и я говорю вам пока! Субтитры сделал DimaTorzok